Добрый день дорогие друзья вы на канале соль и перчик сегодня предлагаю приготовить чесночные булочки они здорово подходят к щам к борщам к любым первым блюдам и не только дети их любят они вызывают аппетит неимоверно чеснок ароматный служит у кого нет аппетита отсутствие то страдает отсутствие аппетита это очень вкусно это очень приятно когда вы сделали все своими руками ну что приступаем продукты я подготовила рецепт довольно таки простой поехали нам понадобится 500 грамм теплой воды в мисочке у меня 70 грамм муки я выливаю нашу воду 30 грамм дрожжей дрожжи у меня живые ждем когда растворяться в нашу массу я добавляю вместо сахара 2 такие щедрые столовые ложечки меда он придаст булкам своеобразный аромат необыкновенный а для дрожжей будет служить как корм дрожжи будут заведут дрожжи будет работать очень быстро и аромат нашим булочкам муку я подготовила пока я подготовила 800 грамм муки у меня 300 грамм белой муки и 500 грамм цельнозерновой в муку я добавляю 2 чайные ложки соли поднятия нашей опары накрываю салфеткой и что поднятия опара подошла я поставила в теплую водичку чтобы быстрее этот процесс был не заварить смотрите чтобы вода была не очень горячая чтобы не заварить дрожжи опар посмотреть какая пена получилось поднялась теперь добавляю муку можно сбить если есть тестомес в нем я сегодня буду руками муку вводим постепенно так как у муки существует разная клейковина чтобы тесто не было сильно густым мне нравится вот сочетание цельнозерновой муки так как булки получается серого цвета но они необыкновенно вкусные и это очень полезно можно использовать муку твердых сортов пшеницы муку я не стала все использовать достаточно сейчас добавляю масло муку продолжаем вымешивать наше тесто тесто довольно таки мягкое но хорошо месяца я для хлеба первый раз вот эту цельнозерновую муку пробую пирожки делала не поняла какая у нее клейковина но вот по булкам понимаю что довольно таки большой процент клейковины в ней так как вот осталось на эту порцию норму муки осталось у меня сейчас я завешу посмотрю сколько у меня осталось чтобы скорректировать рецепт но отталкивайтесь от своей от своей муки еще раз говорю это очень важно мука у всех разное хранение разное у кого дома жарче клейковины соответственно будет больше в муке у кого прохладней мука будет более влажная это все зависит в приготовлении теста это все все играет роль так мы довольно таки хорошо промесили тесто оно должно отставать от рук если в тестомесе это все делается быстрее ну в принципе это не сложно сделать и руками все посмотрите какое прекрасное тесто получилось оно не прилипает к рукам так мы поставим нашу чашку закроем пакетом и накроем льняным полотенцем и оставляем на расстойку пока минут на 30 а там будет видно ну че полчаса прошло посмотрите тесто как наше поднялось нам надо его обнять еще раз подмесить скатали форму колобочка придали опять закрывайте закрывайте с лафановым пакетом чтоб не ветрило и закрывайте льняным полотенчиком все и оставляем еще на полчаса полчаса прошло смотрите как тесто наше расстоялось теперь немножко обсыпаем тесто мукой и растягиваем напитываем наше тесто кислородом и оставляем еще минут на 15 на 20 ну что тесто в очередной раз подошло начинаем делить на булки не очень крупные буду делать тесто настолько мягкое его можно руками делить и сразу ставлю на подготовленный противень я специально формирую так булочки чтоб у меня верх был так как будто разрывной и формирую их по свернуты были в рулет по разрезу как говорится специально чтоб верхушка была не гладкая а вот такая как разрывная булочки становятся красивые при выпечке такая неровность немножко прижимаю рукой ставим их на расстойку можно оставить прямо на столе минут на 15-20 ну что булки наши расстоялись такие замечательные они я их надрезаю немножко сбрызгиваю водичкой и и убираю в духовку тем временем я подготавливаю чеснок у меня охлажденный он замороженный прокрученный чеснок добавляю растительное масло и и немножко подсаливаю для вкуса пусть настаивается пока булки наши выпекаются булки печем до состояния когда похлопаешь по булке должен быть глухой звук тогда наша булка также мы проверяем хлеб тогда готовы это может занять от 20 до 40 минут время прошло булочки наши постояли пропитались ароматом чеснока смотрите какие они красивые пропеченные внутри очень ароматные обалденно пахнут хрустящие снаружи мягкие внутри аромат чеснока готовьте приятного аппетита наслаждайтесь это вкусно это недорого и свой домашний хлеб иметь всегда хорошо на самом деле они лежат очень долго дни черствеют дети их безумно любят и не только дети взрослые хлеб с сольно-зерновой мукой очень полезен от него не поправляешься приятного аппетита подписывайтесь на канал пишите комментарии ответим на все ваши вопросы до новых встреч пока-пока на канале соль и перчик а мы перекладываем наши красивые булочки соль без улучшения не довго presents а завтра и в